Пока же политики упражняются в риторике. В зоне АТО не прекращается огонь. За последние сутки в боевике осуществили 16 обстрелов. Один из наших бойцов получил ранение. На передовой побывала Ирина Баглай. Были обстрелы вечером. Около 7 часов, да? Да, около 7 часов. Мы здесь гуляли на ровеснике. Да. Я слышала, как разрывался снаряд в воздухе. Где-то близко. Потом осколки полетели в дерево и в машину прилетело осколки. Жителям этого дома и людям, которые прогуливались в сквере, просто повезло. Основной удар пришелся по яблоне в нескольких метрах от подъезда. А мальчиков, которые, как и сегодня, играли неподалеку, вовремя позвали домой мамы. Я побежал сразу в коридор со своей сестрой младшей. Он ехал, ехал, а тогда бахнул, все, назад съехал, переехал чуть-чуть, бахнул с другого места. Другой танк, это туда, ближе к шахте Бутовки. Два танка по фронту. Они один в один, получается, прокрывают. Он стрелялся, тут, цей танк стрелялся, поэтому стреляют дублетами, чтобы меньше, кто понимал, куда стреляют. Чтобы было и туда ехать, и с той стороны ехать. Это уже промзона за Авдеевкой. Отсюда до укреплений боевиков десятки метров. И как вражеские танки из ангаров бывшего рынка Господарочка отстреляли полный боекомплект, наши пехотинцы зафиксировали без труда. Открывали огонь наемники также из самоходных артустановок. Они бьют из Донецка, там, здесь Янувата, туда. А там житловые будинки, я так понимаю. Ну, так выезжают, ставлюют арту свою. То, что знают, то, что ответки не дамо, то, что житловые кварталы. АПЛОДИСМЕНТЫ Он даже умер, стрелял. А с чего? Автомат. Воги. С подствольника. АПЛОДИСМЕНТЫ То ли эхо отпразднования Дня России, то ли провокационные обстрелы, но, как видите, боевики и днем ведут огонь по нашим позициям. Там, где еще накануне мы передвигались в полный рост, теперь приходится на корточках быстро забегать в свежевырытый окоп в изрытом минами асфальте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не дают вам закопаться в оцю 100-метровочку. Походу, безпилотник їхній пройшов, побачив, что мы тут работаем. И начинают мины кидать периодически. То есть, нет такого, что там стрелялися и все. То есть, может одну кинуть через 15-10 минут. И еще может кинуть. Вражеские беспилотники для наших военных уже как маячок. Боевики по ним корректируют свой огонь. Но и в небе врага пехотинцам удается нейтрализовать. Недавно сбили один вражеский дрон. Падает. Что падает? Логик. Так как раз не нужно месить. Либо заходите. Чем ближе к крайним позициям, тем калибр меньше. Но больше шансов оказаться на прицеле у вражеского снайпера. Только что был. СВДшник стрелял. Еще стрелял с какой-то снайперской винтовкой. Но беззвучно. Автоматчик где-то работал. Вот совсем рядышком метро. 57. ВОК 25. Построльный. И либо АКМ, либо АК. Вот вам и тишина. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.